Как ты тратишь деньги? Хранишь ли их, либо тратишь на себя? Да, я волнуюсь и напрягаю пресс. Играть в стайл Na'Vi или другой европейской команде? Ты в это веришь? Да. Потому что мы пытаемся вырастить новое поколение игроков. Что вы кушаете? Приводя еду на каждого человека. Привет, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня мы на бутбекемпе Na'Vi Junior. Na'Vi Junior — молодёжный состав организации «Рождённых побеждать». Состав был собран благодаря отбору среди молодых игроков, который транслировался на ютуб-канале Na'Vi. Текущий состав состоит из шести игроков — Аункере, Фир, Монеси, Погорелов, Сунукс и Хетри. Средний возраст игроков составляет 17 лет. Один из интересных фактов — Na'Vi Junior не могут играть в турниры, в которых участвует основной состав. Команда занимает 96-е место в рейтинге лучших команд мира. Заходим на буткемп. Очень много воды. Ребята пьют воду, и это самое главное. Слева нас встречает сразу же кухня. Мы видим, что ребятам привозят, получается, готовую еду каждый день. Будто бротики. Очень выглядит аппетитно. А у нас тут уже вход, получается, на сам буткемп. Много-много компьютеров. Большая доска, где написаны тактики. Критический вупомис. Умер с гранатой в руках. Не потренировался на сэбби-шоке. Неплохо. Так, игроки Na'Vi уже сейчас тренируются на сэбби-шоке. Давайте смотреть, что у нас происходит здесь. Это компьютер мистера Моноси. Всем привет. Привет. Он сейчас играет на КЗ. Да. Так, меня зовут Илья. Мне 14 лет. Я играл в команде с Рафаером. Вот. Так, ну пока что. Я пока верю, поведу. Что у тебя по девайсам? Logitech, G-Pro клавиатура. У меня все от Logitech. Белая мышка. Ковер Logitech. Logitech. G640. Наушники и клауды. И как, ты доволен? Да. Вот мышка как раз суперлайт. Она очень легкая и мне нравится. Особенно для айфов я рекомендую. Жвачка на столе. Ну, так иногда приходится. А жвачка на столе, потому что это какой-то лайфхак по какой-то реакции, может быть, повышает твою концентрацию? Ну, она уменьшает волнение в игре немного. Ну, для меня так, чисто. Вот. Также Женя, даже ее жвачку я ему даю. И сон даю. Вот. Это 240 Гц? Да, это 240. XL. 2546. 2546. 2540. А, 2540. Но я бездяк играю. Бездяк. Почему бездяк играешь? Не знаю, мне не нравится. Окей, посмотрим, что у нас дальше. Это пир. Самый накачанный здесь. Мое почтение. Да. Ты играешь на 16 на 9? Я. А почему ты играешь на 16 на 9, можешь объяснить? Может быть, больше FPS, может быть, лучше качество, что не так? Лучше качество, я пытаюсь носить максимальный импакт, как и agile. Где-то, возможно, подсказать, если кого-то вижу. Ладно. Подевайся, у тебя Logitech. Классика, черный цвет. Суперлайт. Ты на стиле. Да. Тетрадка лежит. Ручка. Вау, это радар. Это чтобы не забыть, где ямы находятся. Ну, это карта Engine. Новая лыжка в компетенте. Притом просто вспоминает кониции. Перелиськи забывают, да. Но это детали такие всегда, наверное, напоминают. Вторая тетрадка, но и для руки, разумеется. Так, ладно, смотрите, я спрашивал игроков Gambit по одно фишки. Можно какую-то фишку, которую можешь рассказать? Может быть, ты не ешь, не пьешь перед играми, не знаю. Может быть... Нет, когда я волнуюсь, я напрягаю пресс. Ты, когда волнуюсь, напрягаешь пресс? Да. Это чтобы... Отпустили волнение. Неплохо. У меня фишка жвачка. Фишка жвачка. Так, это все против волнения идет. Неплохо, неплохо. О, это у нас получается бэхоп. Что у нас по девайсам? Коврик Logitech. Мышка какая у нас? Джипрос открывается. Клайдуром. Укороченная Logitech G Pro 2546. Короче, у них у всех одни и те же девайсы. Это круто. Logitech, ребята. Добрый день. Кстати, мы запустили миссии, где вы можете прокрутить ленту заданий и получить девайс Logitech прям доставкой на дом. Вы просто выполняете миссии, к примеру, пройти бэхоп-карту и получаете за это звездочку. Пять-возь еще крути ленту, и, может быть, вам выпадет либо скин, либо привилегия премиума, либо просто девайс на дом. В общем, мне кажется, это крутая идея, поэтому зайдите на сайт, посмотрите, пожалуйста. Можно фишку? Фишка? Да. Максимально многое катать. Максимально многое катать? Да. Часов 10 это хорошо? Думаю, да. Я вас слышал. Окей. Женя Аункерев. Да, привет. Самый продуктивный стример. Ты играешь 4 на 3, единственное с блокбарами. Ты что, остался в 2005 году? Да. Не, мне просто комфортно, мне нравится. Растянутая как-то не мое. Окей. Ну, тут все то же самое по девайсам. Фишка, 703, а не Superlight. Можно? Это 703? Да. А почему именно 703? Она как-то мне по форме больше зашла. Superlight тоже классная, но вот эта именно, она такая более тяжелая и на ней, не знаю, спрей лучше летит. Можно фишку? Я бы посоветовал всем обязательно проходить в ФПЛЦ, потому... Неплохой совет. Фишка? Ну, типа такая маленькая фишечка. Да, не знаю. Он сидит в пользу лотоса. Ну, так сидеть мне сказали много нельзя. Это вредно для меня. Так, переходим к следующему игроку. По девайсам у тебя все, Logitech. Да, мышка Superlight. Мышка Superlight. G Pro. Коврик G640. Какую фишку? Фишку. Пейте воду. Пейте воду. Сколько надо в день пить? Два литра. Два литра. И это реально помогает? Конечно. Спасибо. Мы хотим от тебя фишку какую-то. Может... Фишку? Да, да, да. С чем ты пользуешься, чтобы поддерживать форму, чтобы становиться лучше? Хоть от питания, хоть от режима, хоть способы тренировки. Что можешь посоветовать молодым игрокам? Я могу посоветовать играть много 5 на 5 и заниматься спортом, потому что если вы чувствуете себя хорошо физически, то и в игре вы будете максимально комфортно себя ощущать. И можете использовать свое тело на все 100%. Сейчас я буду задавать вопросы ребятам из «Нови Джуниор». Тоже самая ситуация, как и была с гамбитами. От ней те же вопросы. Смотрим на их реакции, на их ответы. Кто более рассудителен, кто более еще молод и так далее. Поэтому сейчас начнем с сужения лункера. Готов? Давай, добрый день. Добрый день. Как сказывается игровая деятельность на личной жизни? На самом деле сказывается нормально. У меня есть девушка уже 2 года, и она понимает, чем я занимаюсь. Никаких вообще проблем с этим нет. Сказывается много, потому что ты все свое свободное время проводишь в игре. Чаще всего это дома, но сейчас на буткемпе. Но в общем, как бы ты думаешь постоянно о игре, это, конечно, сказывается. Я, допустим, люблю после праков, после игр, потом вечером, может, просто пройтись где-то на районе, там, к озеру, хотя бы просто подумать о чем-то другом, потому что это реально по факту сидишь постоянно дома, и вот думаешь только о игре. Девушки нет. Нет, нет. На личной жизни никак. Как до этого сидел дома и играл, так и играю. Девушки нет? Нет. Вы сейчас играете турнир виплей среди молодежных команд на 100 тысяч долларов. Каково оно, какие прогнозы у тебя и у твоей команды? Смотри, мы изначально были нацелены занять топ-3, но проиграли две игры Astralis Talens. Вообще ошибочные две игры. И последние три игры были 16-14, 16-14, 19-16 не у нашего или 19-17 не у нашу пользу. Мы отдали кучу очков, поэтому усложнили себе путь. Сейчас будем играть стадию плей-ин. Это как нижняя сетка. Сейчас будут играть Astralis VP. Потом победитель этой пары играет с нами, Best of 3. И мы выиграем, мы играем с Natic Best of 3 и выходим на лан. Вот это наш план сейчас. Мы не прошли, но у нас есть возможность пройти с четвертого места. И я считаю, что у нас очень хорошие шансы пройти с четвертого места. Процентов 80-90. Ну, я не люблю процентов, конечно, говорить. Но у нас отличный шанс занять четвертое место и пройти финал. Ну, там просто на этом турнире там не особо много хороших команд. Только вот есть Маус и НИП, с которыми мы и так боремся очень сильно. Нам надо будет обыграть две команды, выиграть два Best of 3, тогда мы попадем на лан. И, соответственно, на лане, я думаю, у нас хороший шанс, потому что там уже другая игра. И плюс, допустим, я с детства любил играть на ланах больше, чем онлайн, так сказать. Как бы там совсем другая атмосфера и совсем другая игра. Поэтому, я думаю, перспективы хорошие. Ну, мы надеемся на свою победу. Ну, и будем все делать для этого. Небольшая рекламная интеграция сейчас на сайте GGDrop, и я, наконец-то, кручу барабан. Так, нам падает буква О, и мне осталось собрать всего лишь три буквы. До 10 тысяч рублей мне сможет упасть. Я ввожу промокод CyberGG и кручу барабан еще раз. Это совершенно бесплатно, абсолютно. То есть, вы можете сейчас зайти по ссылке в описании и прокрутить этот барабан два раза. Первый раз, потому что вы авторизовались, и второй раз, потому что ввели промокод. Новый кейс появился, Ринян. Давайте ее прокрутим. Хороший кейс, по дизайну так точно. Крутим еще раз, крутим еще раз, крутим еще раз. И я хочу сделать сейчас апгрейд. Я давно этого не делал, правда. Нам падают перчатки Диверсант. Не-не, ребят, про апгрейд забудьте, я хочу это забрать. Ее просто не очень красивое. И с 1600 рублей мы сейчас сделаем контракт. Это на последние деньги. Нам падает 800 рублей. О, господи. Сирмогеллито2, спасибо за перчаточки Bloodhound Диверсант. Ссылка на джидроп есть в описании, и на промокод также все есть в описании. Ну, а мы идем дальше. Как ты считаешь, скажется ли переход на ланы? Вы еще не играли лан вместе? Я думаю, что точно скажется, потому что те команды, которые привыкли играть в онлайне, они как бы и хорошо играют в онлайне. А лан команды, допустим, Астралис или Нави, они прям очень круто проявят себя в будущем, когда ланы возобновятся. А мы, блин, честно говоря, не знаю, у меня лан не вызывает никаких дискомфортов, мне нравится. Я играл в Питере несколько ланов, в Петрозаводске играл даже лан. Дома, на самом деле, комфортнее, понятно, играть. Там, принес себе чай, или там мама сделала чай, допустим. Играешь под чай, праки, турниры. А на лане как-то все по-другому, другая атмосфера. То есть, когда ты приезжаешь на свой первый лан, ты, возможно, будешь волноваться, у тебя будут там трястись руки, потому что, допустим, напротив тебя сидит соперник. Вот, это некомфортно. Ну и, конечно, я думаю, это сильно скажется. Скажется, очень серьезно поменяются топ команд, скорее всего. Кстати, я думаю, Гамбит останутся, потому что, на самом деле, они на ланах тоже хорошо играли. Просто они-то были тиром чуть пониже. Вот сейчас на тир-1, думаю, они все равно будут хорошо играть. И вот если даже вспомнить Na'Vi, как только перешли все в онлайн эру, было очень сложно перестроиться. Ну, это будет первый мой лан, получается. Но я еще не знаю, какие там будут. У нас тут вроде есть лайнеры в команде. Ты даже в клубах не играл? Нет, я из маленького, в общем, вроде. Так, ну что ж, посмотрели, как это все выглядит. В целом, вроде уютно, вроде места достаточно для того, чтобы здесь дышать, ходить. Все в целом очень-очень играбельно. Я хочу посмотреть, как выглядит в спальне, поэтому сейчас я попрошу мистера Аункера сделать экскурсию по буткемпу. Ребят, let's go. Что вы кушаете? Нам каждый день в 10 утра примерно привозят еду, вот так вот выглядит, на каждого человека, то есть подписан обед. У кого-то есть диета, как у меня, у меня диета, исключен глутен, там, лактоза и так далее. У кого-то нет диеты, и, соответственно, у них просто, знаете, подписан. У меня Женя обед, и на обед у меня рыба с картофелем, да. А у других ребят, допустим, на обед, вот так вот. Пюрешка с курицей? Ну да. А если хочешь, можно показать нулевой этаж, там у нас есть. Нулевой этаж? Да. Давай. У нас есть стерка. Мы стираем все время здесь вещи, видишь, отгрязные, мы потом закидываем их, ну и стираем просто. Тут у нас есть металл. Вау! Это круто. На ноги, давай, на ноги сидишь. Родион часто тут занимается над еду. Я вижу, Родион здесь занимается активно. Нет. Зал в буткемпах – это очень важная штука. Тем более, он тут хороший. Отношения с родителями. Отношения с родителями изначально были плохие, потому что мама так выдергивала шнуры из компьютера. Когда я жил в Петрозаводске, когда я учился в 11 классе, где я говорила, готовься к экзаменам, там не понимала. Только когда я переехал в Питер и уже начал там стримить, даже на Ланку это сходил, может, выиграл небольшое. Она поняла, чем я занимаюсь, она стала поддерживать. А папа больше так относился, ну, занимается, занимается. Сейчас поддерживают родители, смотрят турнир, смотрят стримы, то есть на Ютубе даже смотрят всякие видосы со мной. На Резке? Да, да, да. Кукушкам привет. Ну, они меня поддерживают, очень рады. Ну, обрадовались, когда узнали о Нави и всякое такое. Начали поддерживать, даже бабушки там смотрят, пишут. Ну, вот поначалу, как только я начинал, у меня дома был плохой компьютер, и мне приходилось ездить в компьютерный клуб, чтобы нормально мог там играть, там, фейсы, турики и так далее. И вот я тогда еще учился в классе восьмом-девятом, и родители переживали, что я ездил после школы, а у меня школа была до трех. И вот я там мог там сидеть до девяти, десяти, из-за этого, конечно, родители переживали. И вот думали там, где я там со взрослыми дядьками, так сказать, сижу, играю, типа, как-то не очень в моем возрасте. Но потом я их начал чуть в это внедрять, рассказывать, там, показывать турниры, проходят на крутых сценах, там, призовые, люди смотрят. Ну, короче, начал им это все показывать. И вот потом уже, когда я начал получать первую зарплату, начал выигрывать какие-то турниры, но они начали видеть прогресс, соответственно, они уже поняли меня и сейчас поддерживают. Ну, отношения среди у меня отличные, они меня поддерживают, они смотрят мои матчи иногда. Ну, у меня еще есть брат, который поддерживает меня хорошо. Вот, он мне помогает там с ВК, ну, с группой, ну, короче, с соцсетями, вот, следить за ними. Ну, мама с папой, понятно, поддерживают, короче. А мы на втором этаже сейчас заходим в первую комнату, а эта комната моя и также Сережа мой тьмейт. Тут сплю я, тут спит Сережа, у нас все убрано, мы готовились. А на самом-то деле, не урон. Ну, на самом-то деле, примерно так все время выглядит, там еще раз просто. Так, я сразу же вижу книжку, Ричард Брэнсон. Да. Он следил за полетом. Да, конечно, я акции был купал даже. Ты, получается, часть компании Blue Origin. Да, аккуратно, аккуратно все. Слушай, ну, большая комната. Тут живет Sunox, он спит на левой кровати, тут живет. Хэт, хэт. Все как убрано. Хэтрик. Ну, я не знаю, у нас все чисто убрано. Да и это ни для чего не так опасно. Так, это комната Ильи Моноси и Эфира. У них сдвинута кровать. Чувак, я подозревал, я подозревал. На самом-то деле, это такая комната, в которую все время все приходят, сидят тут на кроватях, мы слушаем музыку, разговариваем. Короче, это такая зона... Да, брейншторма. Да. Ну, это такая уютная маленькая комната. На самом-то мне нравится больше всех, потому что я тут не знаю, что... Ооо, сразу в ванна? Да. Слушай, смотри. Ты как в ванне? В отеле. Все очень, очень хорошо. Сколько здесь комнат? Комнатур. Ой, я не скрыт. Так, ну, долго. Депрессия, отсутствие желания играть. Было ли у тебя такое? Ну, когда-то в начале, ну, может, еще до Na'Vi, там, типа, зачем играть, всякое такое. Ну, а потом появилась мотивация, то, что вот заметили меня, надо развиваться. Здесь, не знаю, с прошлого года только играю, не было пока еще такого. Была такая тема, когда я только переехал в Питер. Ну, тогда я еще не был ни в какой команде, просто играл. Было, может быть, в ФПЛС, не помню. У меня была небольшая депрессия, отсутствие желания играть, потому что я не ставил целей. То есть у меня не было никаких целей, я просто играл. Потом я осознал то, что нужно ставить цели какие-то конкретные, и все поменялось абсолютно с этого момента. У меня не было депрессии и отсутствие желания играть в команде или в саму игру. Я всегда на морале. Меня мотивирует очень сильно моя команда. Вот, и я продолжаю, продолжаю дальше играть. Как ты тратишь деньги? Хранишь ли их, либо тратишь на себя? Деньги я инвестирую в криптовалюту, в акции. Ты работаешь в криптовалюте? Да. Я работаю в криптовалюте. Где вы работаете? В криптовалюте. И в основном, да, только инвестирую. То есть я не особо трачу в последнее время вообще. В какую крипту ты закидываешь? В Tfuel, Teta, в эфир закидывал, но эфир продал. Биткоин не покупал, ну и там мелкие разные омми, еще какие-то. Ты кто-то посоветовал это сделать или ты сам интересовался? Я вообще случайно познакомился с чуваком, который занимался криптовалютой уже до того момента. Вот полгода назад с ним познакомился. Год он акциями. Я начал этим сильно интересоваться. То есть я узнал о акциях и о крипте относился так. Думал, фигня какая-то. И постепенно-постепенно начал читать, узнавать. И это круто. Мне очень нравится. Ну вот с деньгами я иногда вкладываю в скины. Ну не то, что вкладываю, просто это как-то приносит удовольствие, когда ты бегаешь с тем ножом или с теми перчатками, ну или с кинами вообще, которые тебе нравятся. Сколько ты вложил за последний год? За последний год? Ну я не знаю, просто вот у меня, допустим, есть скины. И я когда вообще начинал играть в КС, у меня не было скинов. Я играл за фолтом ножом. Мне только брат подарил нож, помню. Он стоит 4 тысячи рублей, там, тачковые ножи, какие-то карапутина. Чисто как подарок был. Вот. И больше я больше, ну, у меня не было денег. Вот. А сейчас я постепенно улучшаю свои скины. Там, допустим, по-нибудь керамбит, да, я могу улучшить там на новый нож. Потому что он мне, допустим, надоел. Первые там зарплаты. Ну, часть отдал родителям. И вот недавно себе компьютер купил. Еще буду монитор покупать. У меня дома 140. Ну, что-то я, допустим, инвестирую в крипту. Это я у тебя ункер научил? Ну, я с ним общался по этому поводу. Ну, в общем, я так решил чисто закинуть на будущее там некоторые коины. Я закинул на BNB. Вот. Потом я закидывал в Dodge. Ну, а сейчас я просто холджу и так. Вообще, я обычно деньги храню. Иногда там скидываю там за квартиру. Покупаю, может, какие-то вещи, там, подарки. Но обычно вот храню и чуть инвестирую. Какая твоя главная цель на ближайшие три года? Ближайшие три года? Я на самом деле не планирую на ближайшие три года. Я ставлю цель либо на три месяца, либо на год. А я так составляю плюс-минус цели. Сложно ответить. Но, наверное, одна из целей попасть в основу и проявить себя там. Стать тир-1 игроком? Играть в стайл нави или другой европейской команде? Ты в это веришь? Да. Стать сильным тир-1 игроком? Выиграть много крупных чемпионатов? И играть, соответственно, в хорошей команде тир-1. Хорошая команда это какая? Знаю. Ну, стать сильным игроком и добиться чего-то с командой. Выиграть, может, что-то. Это наша общая ванная. И нас встречает Logitech. Он везде. Они везде. А что такое общая ванна? Ну, допустим, у Ли и у эфира есть своя ванна, они там моются. А мы все тут сюда. Никогда не было проблем, что Клоу задерживают. Не боялись. Я на прошлом мутнике, знаешь, что я делал? Набрал ванную на час. И я забыл, что тут такая система работает, что горячо будет. Да, да, да. Набрал ванную на час, лежал, лежал туда, вот, и пацаны такие. Холодная вода! Сжея! Я забыл, знаете, в Скаллсоре больше так не буду делать. Я вообще забыл про это. Потому что в Питере по-другому работает. Прямо сейчас мы поднимемся на третий этаж. Мы покажем нам комнату, где мы играем в теннис и в мини-футбол. А также в Чили мы слушаем музыку. Это вот комната такая чичила. Мы иногда сюда приходим рубиться. 1x1. Я, если честно, полный нут в этом. Жестче всех играет на буткемпе Илья, Амиран и Хэт, наверное. Ну, Амиран топ-1 в Сильве. Они очень сильные. Мы сыграем одну. Встань? Блин. Я вижу, ты хорошо качешь. Я очень люблю теннис. Не одевайся. Ладно. Какие у тебя материальные цели? Недвижимость, квартира. Ну, квартира и недвижимость, она сама собой будет. То есть я не ставлю себе такую цель, что, знаешь, обязательно нужно купить квартиру и привязаться к ней. Или машину и привязаться к ней. Хочется сделать проект, который в будущем поспособствовал покупке и машины, и квартир. А не вот сразу купить квартиру и сразу купить машину. Ну, не знаю. Мне как-то... Я по-другому на это стал смотреть. Да. Ну, по поводу недвижимости, я бы хотел себе купить какую-то квартиру. В каком городе? В Москве. По поводу машин, ну, у меня есть общая мечта с братом. Это купить Audi R8. Ау. Вот. Крутая тачка. Ну, и квартира, да, в Москве, может быть, какая-то двушка или трешка. Какие у тебя планы на R8? К 18-летию? К 18-летию, я не знаю. Как сложатся обстоятельства? Ну, хочется квартиру сначала купить, потом уже машину. Вот. Потому что, ну, квартира важнее, я считаю, для начала, чем машина. Потому что, ну, она дает тебе больше возможностей. Какую тебе крашу машины? Мне нравится Porsche Panamera. Нравится Porsche Cayenne. Audi нравится тоже. R8, SQ7 прикольные. Ну, короче, много машин, которые нравятся. А есть у тебя какое-то хобби? Ну, раньше до КСа, ну, именно до коронавируса занимался волейболом долго. Там, типа, ну, играл в городской сборной и в области выступали. У меня хобби. У меня нет хобби. У меня есть хобби – это стримить, изучать английский. Вот. Вот пока что такие хобби. Ну, английский, он очень важен в этой сфере. Там, интервью, там, не знаю, если европейская команда. Там английский важен очень. Да, не знаю. Я просто, допустим, ну, я уже говорил, люблю там пройтись с друзьями погулять. Люблю ходить в кино, вот, фильмы смотреть. Ну, всякое такое. Ну, вот раньше я занимался тэквондо, плюс-минус профессионально. Вот, спорт. У меня был кандидат мастера спорта. Я был чемпионом Украины. Но потом я начал ходить на турниры по КСа. Начал еще больше играть в КС. Как-то, ну, больше мне начал нравиться в КС. Я бросил тэквондо. Ну, в общем, не знаю. Я просто люблю пройтись с друзьями, где-то погулять, выпить, не знаю, кофе. Накарать меня. Вот. Стримы, наверное. Стримы. И вот в последнее время инвестиций я много начал читать. И книг, и про деньги, и про вообще всю эту тему. Следующая книжка. Ричард Брэнсон, вот сейчас читаю. Теряни Минасси, очень крутая книга. Половину прочитал. Мне очень понравилось. Там история его с детства прям рассказывается. Так, и получается, это огромная, кстати, самая большая, вроде, на одного человека комната без кондиционера, только вентилятор, тренера команды Na'Vi Junior. Какие вообще мысли по поводу состава? Перспективно? Ну, ребята еще молодые. Они там 3-4 месяц с нами, и вот, наверное, из-за этого где-то проблем у нас в игре. Топ-3 сравнения основного состава с молодым. Какие есть наглядные отличия? Может быть, в характере, может быть, в дисциплине? Ну, на самом деле у нас все на дисциплине построено. В основе, ну, я не думаю, там ребята постарше, они уже как бы со своими моментами. У нас на дисциплине, там, ранние подъемы, все дела. На самом деле я не думаю, что у нас очень много общего, потому что мы пытаемся вырастить новое поколение игроков, чтобы, допустим, у Андрея, да, в будущем не было как раз проблем с игроками. Вот там Валера, там еще у нас кто-то может пойдет. Поэтому вот так, в принципе. Какой должен быть график у игроков Na'Vi Junior? Ну, я думаю, что он должен быть профессиональный, спортивный, да. Но, допустим, в некоторые дни надо все же позже просыпаться. Потому что таки в спортивный график он другой. Чуть-чуть, игры в основном вечером. Если ты будешь просыпаться в 9 утра, там в 10 вечера у тебя не сильно много уже сил будет. Поэтому, в общем, у нас подъем 10, 30, 11, завтрак, и мы начинаем работать. В дни, когда у нас поздние игры, мы там собираемся к часу, к полвторого. То есть ребята высыпаются, могут допоздна стримить, все дела. И там с часом мы начинаем работать. Есть какой-то момент, что в 4 часа ночи уже не должны вы играть? Вы должны уже спать. Конечно, у нас отбой в 3 всегда. Отбой в 3. Максимальный отбой, да. Вот Женя познакомился недавно, что это такое не лечь в 3. В принципе, так. Спасибо. Да нет за что. Какие главные черты своего характера ты можешь выделить, которые оправдывают в присутствии в Na'Vi Junior? Я спредлив. Ну, то есть по отношению к игре, если допускаются какие-то ошибки или допускаются ошибки со стороны меня, я всегда буду спредлив. Принимаешь ошибки? Да, я пойду принимать ее. Ну, и также, если тиммейт ошибается, я ему буду подсказывать. Ну, в плане не подсказывать, говорить, что ты неправильно что-то сделал. Хладнокровность. Я достаточно хладнокровен в клатчах, в таких клатчевых ситуациях и в игре, там, при близких счетах, там, 14-14, 14-15 и так далее. Может быть, ты и в эмоциях хладнокровен? Ну, да, в плане эмоций. Нет, я, конечно, могу сказать, там, типа, сосать, там, и что-то такое, но это понятно. Ну, у тебя внутри... Но в эмоциях я стараюсь сдерживать их. Ну, я сдерживаю их достаточно. Наверное, главные черты. Правильно, да? Я не могу выделить именно вот от одного, допустим, до трех, а просто в совокупности, в комбинации это сделало меня игроком. То есть, вот прям сказать, что первая такая, вторая, третья, не могу так. Ну, не знаю, на самом деле, люблю поговорить. Ну, как бы, не то, что даже люблю поговорить, а общительный, мне кажется. Ну, кстати, от настроения, да, зависит, но я люблю пообщаться. Потом, я думаю, я слушаю, слушаюсь, то есть, ну, там, капитана, тренера тоже. То есть, есть дисциплина и плюс, мне кажется, я уверен в себе, и это тоже дает плюсы. Упорство, наверное. Я вот сел и тренируюсь. Думаю так. Думаю, упорство. Вот такой у нас буткемп Na'Vi Junior. Я думаю, что через годика 2 или 3 ребята посмотрят этот ролик и увидят, услышат то, что у них было в мыслях сегодня. Это прекрасно. Спасибо большое всем, кто посмотрел этот ролик. Ждите новый буткемп, куда же я поеду. И, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал. Это забывают делать многие. Спасибо. И жду вас на следующих роликах. Либо вот тут вот можете посмотреть другой мой ролик на канале. Пока. С тобой был я, Эрик Шоков.